Приступили к работе по восстановлению исторической справедливости. Сегодня состоялось первое заседание региональной комиссии по вопросам реабилитации жертв политических репрессий. Напомним, только за второе десятилетие прошлого века от политического террора пострадали около 100 тысяч казахстанцев, более 20 тысяч из которых были расстреляны. Сейчас в стране приступили к тотальному восстановлению их частных имен. В свое время на территории Казахской ССР располагался один из самых крупнейших на советском пространстве исправительно-трудовых лагерей. Именно в те нелегкие годы, по официальным данным, в Казахстан было сослано свыше 5 миллионов человек со всех уголков Советского Союза. Через жесточайшие жирновые репрессии прошли около 100 тысяч казахстанцев, чуть более 20 тысяч из которых были расстреляны. В их числе и выдающиеся актюбинские деятели. В моих руках список 1138 имен актюбинских деятелей, которые, к сожалению, стали жертвами политических репрессий. В 1930-е годы они были членами партии «Алаш» в Актюбинской области. В их числе и хавдениц Исаак Кобжасаров, который был помощником Устафы Шокая, а также его сын Искендир Кобжасаров. К сожалению, эти два имени не оказались в числе реабилитированных. Однако остальные имена были реабилитированы, но доступ к их данным, к сожалению, мы не имеем по сей день. Стоит отметить, что сейчас в Казахстане нет официального сайта по предоставлению сведений о жертвах политических репрессий. Это и вызвало шквал эмоций со стороны не только родственников, но и ученых, а также журналистов, которые просто сбились с толку в поисках полного объема исторической информации. В этой связи по поручению главы государства был придан новый импульс процессу реабилитации жертв политических репрессий. К этой работе незамедлительно приступили в Актюбинской области. С обретением независимости Казахстан на государственном уровне принял меры по увековечиванию памяти жертв массовых репрессий 1920-1950-х годов. И сейчас мы обязаны продолжить работу в этом направлении. Для восстановления исторической справедливости нам необходимо составить план дальнейших работ. Напомним, в своем выступлении Касымжом Артукаев отметил цитата. Сегодня мы с горечью вспоминаем и тех, кто погиб от голода в годы коллективизации, либо был вынужден покинуть свою родину. Эта беда постигла около трех миллионов человек. Для завершения работы по восстановлению исторической справедливости в ноябре прошлого года в Казахстане была создана специальная государственная комиссия по реабилитации жертв политических репрессий.